У каждого человека своя история, тот самый миг между прошлым и будущим, и у города своя судьба. Его историю пишут люди. Здравствуйте, это проект Николая Пивненко «Люберцы из века век». Все подтверждено реальными историческими документами, многие из которых вы увидите впервые. На очереди вторая часть серии, которая посвящена хронике люберецкой жизни с 1920 по 1930 годы сквозь призму отечественных и мировых событий. НЭП или новая экономическая политика – это этап в истории СССР, когда большевики частично вернули право на частную собственность и свободную торговлю. Это шло вразрез с коммунистической идеологией, но помогло большевикам удержать власть. К 1921 году на территории Советской России сельскохозяйственное производство сократилось почти наполовину, а промышленное – в 5-7 раз. В отдельных сферах тяжелой промышленности уровень производства составлял менее 10% от уровня 1913 года. Большевики могли потерять власть. По стране проходили восстания солдат, моряков, крестьян. Стране нужна была передышка, возможность восстановиться. Поэтому на 10-м съезде Российской коммунистической партии большевиков, РКПБ, было объявлено о переходе от политики военного коммунизма к новой экономической политике. НЭП начался в 1921 и завершился к 1929 году, но некоторые исследователи продляют его до 1931 года. В 1923 году Люберецкий завод попадает в явную зависимость от НЭПа. Это был переломный период предприятия. Стоимость выпускаемой продукции растет не по дням, а по часам. То есть сельхозпроизводители просто были не в состоянии купить этот товар. Весь заводской двор забит техникой, которую невозможно продать. В итоге, на основании постановления главметалла ВСНХ, завод с 26 мая 1923 года будет, цитата, «временно закрыт, рабочие и служащие, как уволенные, получат окончательный расчет». Завод стремительно покидают иностранные специалисты, ведь он до сих пор был ненационализирован, что само по себе загадка. Ленинское покровительство в связи с болезнью вождя тоже сходит на нет. С горечью сердце покидает завод и свой домик управляющего господин товарищ Кроменко. Завод погружается в невероятную тишину. Можно только себе представить, что думали жители Люберец по этому поводу, но мы знаем, что думали в правительстве. Письмо о нарком иностранных дел СССР Чечерина в Политбюро ЦК РКПБ о Люберецком заводе жатвенных машин. 5 августа 1924 года. Фрагмент. Я получил сегодня от товарища Сталина материал о Люберецком заводе, сопровождающем письмом товарища Манцева. Я должен заметить, что он приписывает НКИД совершенно неверные взгляды. НКИД отнюдь не считает, что следует оставить Люберецкий завод в состоянии бездействия. Формально положение Люберецкого завода неясно, и нельзя доказать, что он национализирован прежними декретами. По существу, окончательная его национализация нежелательна, ввиду наших отношений с Америкой. Чуть ли не все, наиболее сочувствовавшие сближению с нами, наиболее дружественно к нам настроенные американские деятели, горячо интересовались тем обществом жатвенных машин, которому принадлежал Люберецкий завод. Полная национализация Люберецкого завода может создать для нас затруднения и может повредить нашим отношениям с рядом выдающихся американских деятелей. Нарком Индел Чичерин. Судьба благоволит предприятию, не без участия вездесущего коммуниста Ивана Меретеева. Он к этому времени возглавляет уже Московский уездный совет. Невероятными усилиями добивается аудиенцию председателя ВЧК Феликса Дзержинского, который к тому же руководит еще несколькими наркоматами, и добивается от Железного Феликса обещание поставить вопрос о Люберецком заводе на заседании по людбюро ЦК ВКПБ. Дзержинский выполнит свою миссию. Большое заседание Совнаркома принимает сложнейшее решение, которое рушит некоторые международные договоренности. Оно лишает компанию «Маккорбик» права управлять предприятием и передает Люберецкий завод жатвенных машин государству. 23 сентября 1924 года образована комиссия Высшего совета народного хозяйства по приему предприятия. Ее возглавляет будущий директор уже советского предприятия Яков Кубышкин. Он быстро включается в работу, и уже 14 ноября этого же 1924-го завод радостно телеграфировал к Дзержинскому, что литейщиками проведена первая плавка чугуна. В это же время предприятие получает и свое новое название Государственный Люберецкий завод имени Ухтомского. При этом специальная комиссия продолжает свою работу. Люберецкий завод после декрета о национализации в июне 1918 года фактически продолжал свою деятельность под иностранным управлением, с которым был заключен советскими учреждениями ряд договоров о поставках сельскохозяйственных машин. Осуществление декрета, имевшее место лишь в 1924-м, было вызвано тем, что Люберецкий завод не смог продолжать самостоятельной деятельности. Советское правительство с 1923 года его консервировало и ввиду бесхозного его положения приступило в сентябре 1924-го к его приемке на основании особого постановления. Ввиду того, что американцы не были согласны при сдаче завода с этой оценкой, считая ее искусственно заниженной, мы, не имея возможности проверить оценку комиссии, помещаем во втором варианте балансовую оценку компании за исключением из нее амортизационных отчислений фондов. По первому варианту оценка национализированного имущества выразится в сумме 3 758 700 рублей, по второму 5 217 000 рублей. Из объяснительной записки народного комиссара СССР Валериана Осинского. СССР Валериана Осинского. К моменту смерти Владимира Ильича Ленина страна два года живет уже в новом образовании в Союзе Советских Социалистических Республик. Однако в течение всего советского периода главной датой будет 7 ноября или 25 октября по старому стилю. День, как тогда говорили, Октябрьского переворота, а потом многие десятилетия это называлось годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции. А тогда, в 1924 году, именем Ленина, после его смерти, называют практически все, что возможно. Города, деревни, села, заводы, фабрики, спортивные клубы, любые предприятия. И, конечно же, во всех городах страны появляются Ленинские улицы. Улица Ленина, проспект Ленина, даже тупик Ленина. Очень приятно было советским гражданам приезжать в любой город и точно знать, где его центр. Во-первых, в самом центре любого советского города стоит что? Памятник Ленину. Во-вторых, если нет площади Ленина, то обязательно есть улица Ленина. И значит, это центр города. Ну а в Люберцах главная городская артерия получила название Октябрьский проспект. Все просто. Помните, я говорю, 7 ноября по старому, 25 октября по-новому, в честь тех революционных событий. Октябрьский проспект сегодня действительно самая главная трасса в самом центре города. Соединяет все необходимые пути и дороги. Ну и если не говорить о пробках, то, конечно же, это своеобразное лицо городского округа Люберцы. В год смерти Ленина утверждается Юхтомская волость. С центром в поселке Люберцы. О чем свидетельствуют декреты Всероссийского центрального исполнительного комитета. Страна движется вперед. И на этой дороге масса, казалось бы, непреодолимых преград. Голод. В течение 21-го и 22-го он затронул примерно 28 миллионов человек в 40 губерниях страны. Современные историки сравнивают его с временами Великого Мора при Борисе Годунове. Рискованное земледелие, засуха, разорение крестьян войнами, а также действия большевиков приводят к гибели как минимум 5 миллионов человек. В некоторых областях зафиксированы случаи людоедства. Свою Нобелевскую премию жертвует голодающим французский писатель Анатоль Франц. Американцы выделяют 25 тысяч продовольственных вагонов. Римский папа – 1 миллион лир. Патриарх Тихон выступает с призывом о помощи. Помогите. Помогите стране, помогавшей всегда другим. Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода. Власти на первых порах категорически не принимали церковную помощь. Но в конце 1921-го церковь все-таки передает государству почти 9 миллионов рублей, не считая драгоценностей, золотых монет и продовольствия. Но неисповедимы пути Господни. 2 января 1922-го года президиум ЦИК принимает постановление о ликвидации церковного имущества, об изъятии церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа и передать в органы Народного комиссариата финансов для помощи голодающим. Конец цитаты. Это становится продолжением декрета 1918-го, когда Совнарком РСФСР заявил об отделении церкви от государства и школы от церкви. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявлялись народным достоянием. Но настоящая экспроприация начинается именно в самую голодную годину. Параллельно страну захлестывает волна арестов священнослужителей. Параллельно страну захлестит волна арестов священнослужителей. Строго секретно, просьба ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену Политбюро, товарищу Калинину тоже, делать свои заметки на самом документе. Для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местах едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергии. Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. 19 марта 1922 год. Ленин. В Люберцах, как и по всей стране, начинается активнейшая антицерковная экспроприционная кампания. Например, в Ухтомской волости изъятие ценностей из большинства храмов вообще происходит за один день, и он установлен точно. Это 2 мая 1922 года. Так, из Преображенского храма в этот день было вывезено согласно общей описи ценностей. Дар охранительниц серебряных – 3, крестильных ящика – 1, тарелочек – 8, чаш – 3, дисков – 4, лампат – 3, куски лома – 49, венчик из жемчуга – 1. В описи в общей сложности указано 94 предмета. Но вот что интересно, не указан их вес. В то время это была главной характеристикой изъятия ценностей. Казалось бы, в таких невероятно сложных условиях все силы нового руководства страны должны были лежать в сельскохозяйственной плоскости. Как мы бы сегодня сказали – поддержать крестьянские хозяйства. Но большевики ведь умели делать все наоборот. Пока шла борьба за власть с Троцким, Сталин критиковал его тезисы о сверхиндустриализации и форсированной перекачке средств из деревни в город. И даже получил от главного оппонента прозвище «крестьянский король». На 14-м съезде партии в декабре 1925 года он назвал ошибочным лозунг «бей кулака» и высказался против возврата комбедовской политики, которая, по словам Сталина, вела к провозглашению гражданской борьбы в нашей стране и к срыву всей нашей строительной работы. 15 февраля 1928 года главная газета «Страны правда» неожиданно разродилась серией материалов, посвященных тяжелой ситуации на селе, в повсеместном засилии богатого крестьянства и зловредных кулацких элементах, которые якобы пробираются на должности секретарей партии ячеек и не пускают в партию бедноту и батраков. С этого момента пропагандистская кампания набирает обороты. Газеты изо дня в день публикуют письма так называемых возмущенных трудящихся. Например, «Кулаки, эти яростные враги социализма сейчас озверели, надо их уничтожать. Выносите постановления об их выселении, отбирайте у них имущество, инвентарь». Конец цитаты. 28 мая 1928 года на встрече со слушателями Института Красной Профессуры Сталин впервые публично заявил, что есть верный и надежный способ изъятия хлеба у крестьян. Это переход от индивидуального крестьянского хозяйства к коллективному, общественному хозяйству. А на июльском пленуме ЦК впервые сформулировал знаменитый тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. За зажиточных крестьян попыталась вступиться правая оппозиция. Николай Бухарин говорил о возможности постепенного вырастания кулака в социализм через кооперацию и призывал не ссориться с мужиком. Алексей Рыков заявлял, что наступление на кулаков нужно проводить, разумеется, не методами так называемого раскулачивания. В апреле 1929 года Бухарина и Рыкова вывели из политбюро. А уже осенью политбюро выпустило секретную директиву о применении против кулаков решительных мер вплоть до расстрела. 27 декабря Сталин выступает с исторической речью на конференции аграрников-марксистов, в которой впервые публично выдвигает лозунг «Ликвидация кулачества как класса». Раскулачивать не только можно, но и необходимо. Снявши голову, по волосам не плачут. Он называет смешным вопрос, можно ли пускать кулака в колхоз. Конечно, нельзя, так как он заклятый враг колхозного движения. От политики ограничения к ликвидации кулачества как класса. Этот лозунг провозглашен партии и поддержан широкими массами крестьян. Кулаков террористов под суд. Укрывателей зерна под суд. В стране было трудно с продовольствием. Начинается отпуск продуктов по детским талонам. То-то хлебушка не дадим, с голоду передохните. 5 января 1930 года выходит постановление, которым предписывается завершить коллективизацию в основных зерновых районах к осени 1932-го. Через две недели Совнарком и ЦИК официально запрещают в деревне использование наемного труда и аренду земли. 2 февраля выходит приказ о немедленной ликвидации контрреволюционного кулакского актива. 4 февраля секретная инструкция президиума ЦИК о выселении и расселении кулакских хозяйств. Все завершится только 8 мая 1933 года, когда выйдет совместная инструкция ЦК и Совнаркома о прекращении применения массовых выселений и острых форм репрессий в деревне. В этом месте нашего проекта отвлечемся на культурные фрагменты той постреволюционной истории в какие бы времена не жил человек разумный ему всегда не хватает чего-то творческого а тем более на сломе эпох. Такие изменения приносят что-то новое и неповторимое в общую культуру. Часть ее как бы выстрадана самим народом а часть культивируется властью дабы поддерживать свое реноме и с точки зрения творческой растущей интеллигенции. В этом плане люберцы стали местом в котором побывало невероятное количество писателей поэтов художников и артистов. С одной стороны близость к Москве позволяла звездам различной величины приезжать с выступлениями сюда. С другой известные персоны сами порой бежали из гудящего мегаполиса в тишину люберецких дач. Марк Шагал, Федор Шаляпин, Максим Горький, Иван Бунин и эти и другие знаменитости к примеру с удовольствием приезжали в небольшой дачный поселок Малаховка. Рассказывают как в 1913 году на даче жил художник Василий Суриков. Напоминает что именно здесь Маяковский в 15 году познакомился с Лилией Брик и ее мужем Осипом. А Сергей Есенин приезжал сюда в гости к писателю Александру Родионову Тарасову и не только. Как хорошо тогда мне вспоминать на уши пруд и шлиплые полноти, что все у нас живут отец и па, которым наплевать на все мои дети. Которым взорых дня как в поле и как в дождь, как дождик что весной рыхляет для меня. Они бы пилами пришли вас коколоть на каждый крикл ваш роженый меня. Один из первых историков Люберецкого завода Петр Чихачев утверждает, что Сергей Есенин не раз бывал в Люберцах. Чаще он, конечно же, приезжал кому-нибудь на дачу, мы еще об этом поговорим, но бывал и в этих местах. Причем именно здесь, где я сейчас иду, вполне возможно вступала нога поэта. Потому что когда-то по адресу Октябрьский проспект, дом 137, находился двухэтажный деревянный домишко, в котором было огромное количество людей, такой, знаете, обычный, традиционный русский. И в одной из маленьких комнаток жила мама Чихачева, которая очень сильно болела. К 40 годам от работы на заводе у нее, к сожалению, отнялись ноги, она могла передвигаться только по комнате. Вот как раз в ее-то истории, в ее судьбе сыграл роль поэт Сергей Есенин. Ну, а по левую руку от меня находится сейчас пустырь, на котором когда-то располагался дом советской власти, скажем так. Это были руководящие органы того времени. Правда, от него почему-то ничего не осталось. Сам домишко исчезает, потому что к тому времени идет реконструкция завода, территория полностью меняет свой внешний облик, и со временем появляется в этих местах торговый центр Подосинки. Название действительно имеет непосредственное отношение к истории Люберес. Дело в том, что когда-то в этих краях была деревенька Подосинки. Но если вы понимали, что сын ваш простит самый лучший воин, пыль за жизнь его сердцем неиндиве, когда босые ноги он служит осенних макалов, а теперь он ходит кириндры и лакированы в ваших макалов. Но живет в нем задор прежней прахи когда мы пошли гулять в городской сад, принадлежавший когда-то купцу Глазову, он говорил мне «А почему ты не отправишь маму в хорошую больницу? Хочешь, я тебе помогу?» Мы шли по тенистой аллее Глазовского сада и о чем-то разговаривали. Вдруг Есенин остановился, схватил меня за руку и глядя мне в лицо прерывающимся голосом проговорил «Я еду в Москву!» «Так скоро? Почему?» спросил я удивленно. «Чертовски хочется писать!» «Проводи меня до поезда и извинись перед мамой, что я не зашел попрощаться». Я не стал его задерживать и проводил до вокзала». Есенин не забыл мимолетный разговор о больной матери Чехачева. Спустя несколько дней ему передают наспех написанную записку. «Договорился с профессором Кожевниковым, который лечил Ленина. Вези маму в больницу имени Семашко Есенин». Петр Чехачев тут же отправил маму в больницу. Сергей Есенин погиб в Петербурге при загадочных обстоятельствах в 1925 году. Для всех это стало неожиданностью. Утром 28 декабря поэта находит мертвым в номере гостиницы «Англитер» на Большой Морской. Поначалу сомнений не было, он сам ушел из жизни. Ведь в стихах Есенин не раз предсказывал свою гибель. На фото номера гостиницы, где погиб поэт, видны сброшенный канделябр, в комнате царит настоящий беспорядок. Откуда порезы на левой руке Есенина и вмятины на лбу? Эти нестыковки породили другую версию. Не самоубийство, а убийство. Народ ведь у нас любит подобные интриги. Большевики недолюбливали поэта, подмять под себя не удавалось, очернить тоже. В народе Есенина обожали. Это двоякое событие доживет и до наших дней. Убийство или суицид результат все-таки один. Есенина не стало. За пять дней до рокового события он последний раз читает стихи публики в ресторанчике Ассоциации пролетарских писателей. После чтения его поднимали на руки и совершали круг почета, выкрикивая «Здравице!». Но именно в тот день атмосфера была гнетущей и точно предвещала несчастье. А чуть ранее, летом 1925 года, Есенин ночует на Сеновале примерно в этих местах поселок Малаховка. И даже есть точный адрес улица Тургеневская 71. Впрочем, сегодня есть улица Тургенева 71. Трудно установить тот ли это самый дом или по крайней мере место. Но ясно одно, что именно здесь, где-то здесь Есенин ночевал на Сеновале. 12 июня 1925 года он получает авторские экземпляры в одном из московских издательств. Ну, а потом встречается с друзьями и отправляется в Малаховку. На даче все проходит шумно и весело, потому что часть этой литературной богемы, которая присутствовала тут, получает в этот же день в той же Москве гонорар и приезжает сюда, чтобы, ну, что называется, потратить хотя бы часть его. Никому в голову не приходит, что жить Есенину остается совсем немного. Кстати, эту своеобразную литературную вечеринку подтверждает и писатель Исаак Бабель, который оставил свои воспоминания. В пятницу я встретил Сережу Есенина. Мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он, правда, очень болен, но о болезни говорить не хочет. Пьет горькую, пьет с необычайной жадностью. Он совсем обезумел. Я не знаю, близок ли его конец, далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные. Одно из этих стихотворений я переписываю и посылаю вам. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок, так как прощальная эта Сережина песня ударит вам в сердце, так же, как и меня. Сам же писатель Тарасов Родионов, которому принадлежала дача, припоминал, что затащил к себе домой Есенина с большой компанией, и мы, мужчины, спали в ту ночь на Сеновале где-то здесь. На этой лирической ноте прервемся. Мы, конечно, еще вспомним о частом госте Люберец, великом русском поэте Сергею Есенине в следующей части нашего проекта. Там нас ждет и много других интересных событий, которые происходили в истории городского округа с 1920 по 1930 годы. Все то, что делает Люберцы частью большой истории великой страны. Я, Николай Пивненко, предлагаю вам дождаться продолжения нашего проекта «Люберцы из века век». Редактор субтитров Редактор субтитров